Ва-ворона-горох. Корова-ворона-горох. Кважик, кважик, это что же это ты делаешь? Я делаю важную работу, и не надо мне мешать. Это что же за важная работа такая, писать слова с ошибками? С ошибками, не с ошибками, не важно. Главное, что понятно. Ну, кому понятно? Всем понятно. Кважик, а если твое имя, Кважик, мы напишем с ошибкой. Напишем, например, не Кважик, а Кашик или, не знаю, Гвасик. Понятно будет? А что это сразу мое имя с ошибками писать? Не хочу мое имя с ошибками писать. Ну, можно не имя, можно другое слово неправильно написать, и тоже будет ничего непонятно. Давайте будем учиться. В русском языке очень много правил, но, к сожалению, не все слова пишутся по правилам. Ура! Я не буду учить правила, я буду писать как попало. Да нет, никак попало, просто некоторые слова являются словарными, и их нужно запомнить. Кважик, Кважик, это что же такое? Мороз. Слово мороз пишется мороз, а не мороз. Слово корова. Кважик, что ты написал? Корова. Ворона. Горох. Одни ошибки. Кважик, Кважик, миленький. Нужно все слова писать грамотно. Давай будем с тобой учиться. Я же говорил, я буду писать как попало. Правила учить я не хочу. Ой, какой ты не хочу, ха-ха-ха. Нет, не как попало. Слова, для которых не подходят какие-то правила, потому что не все слова по правилам пишутся. Есть правила, а есть слова, которые являются исключениями, или так называемые словарные слова. Их нужно просто запомнить. Ой. Тетя Женя, это такое, то, что вы говорите, такая скукотища, что мне хочется просто спать. Ну или кричать. Кважик, веди себя хорошо. Давай мы с тобой не будем учить. Мы с тобой будем играть, как всегда. Давай будем играть и выучим все словарные слова. Будешь получать пятерки, хочешь? Хочу. Учиться не хочу. Мы не будем учиться. Мы с вами будем играть и все словарные слова выучим на пятерку. Зачем словам очки? Через ворота в город корова пришла в мороз, а там воробей и сорока с вороной клюют зеленый горох. Я ничего не запомнил. Кважик, да и вы, ребята, давайте внимательно посмотрим на слова. Каждое слово надевает на нос очки, а нос это р в центре слова. Посмотри, у всех этих слов общая серединка – оро, а эти буквы похожи на очки на носу. А теперь еще раз повторим потешку. Через ворота в город пришла корова в мороз, а воробей и сорока с вороной клевали зеленый горох. А теперь сами с нами вслух. Ворота, город, корова, мороз, воробей, сорока. Ворота, ворона, горох. Ну вот, самое сложное сделали, осталось закрепить. Сейчас вместе с нами пиши или проговаривай слова точно так же, как они пишутся. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь поиграем в контрольную работу. Только оценки ставить не будем, будем ставить плюсики. За каждый правильный ответ ставь себе один плюсик по-честному. Субтитры сделал DimaTorzok Поздравляем! Теперь ты знаешь, как пишутся словарные слова в очках. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok